Расскажу телезрителям, ну не телезрителям, а не расскажу, про то, как мы прекрасно с вами сегодня познакомились. Вот вы зашли в нашу студию, я вам сказал, здрасте, я Михаил Зевер, главный редактор, а вы сказали, а я, Чиркунов, наркоторговец, если верить публикациям в сегодняшней прессе. Неожиданно. Действительно, вот в сегодняшней прессе страшные вещи пишут про то, что... Чем торгуются? Давайте вы сами расскажите. В чем дело? Ну, для меня это тоже небольшое удивление. Но, тем не менее, сегодня вдруг в интернете увидел информацию о том, что вот в клубе «Хромая лошадь» был обнаружен килограмм героина, а все это не расследуется в силу того, что человек, который владел этим клубом, являлся моим советником. Ну, как-то вот не все понятно, не являлся советником. Честно говоря, я не знаю этого человека. Хотя город маленький, возможно, где-то когда-то пересекались, но вот я по-честному этого не помню, да. Да и про килограмм героина я уже в вашем присутствии набрал наш наркоконтраль и сказал, «Слушайте, коллеги, что за килограмм?» Они говорят, ну да, действительно, три дозы в вещах погибших были найдены, три дозы формата личного такого употребления, что является плохим. Три дозы были найдены и проводилось соответствующее расследование. Ну, вот как-то такая ситуация. И непонятно, как реагировать. Сейчас идти в суд, доказывать, что это не так, ну, вроде тоже как-то не так. Так что вот, может, легче представиться перед вами как наркоторговец. А вы не научились не обращать внимания на это время? Научился, но не на все. И более того, может быть, это не всегда правильно. Ведь история как развивается. Первый раз появилась где-то информация о том, что этот человек был моим советником. Я тут же перепроверил даже юридические документы. Нет такого, да. Бежать сейчас всем доказывать, что вы знаете, а человек находится под судом. Им именно в этот момент бежать и говорить, да нет, я его не знаю, я его не знаю. Ну, вроде тоже как-то не совсем прилично. Не стал обращать на это внимание. Прошло какое-то время, и все более такие солидные, солидные средства массовой информации начинается пользоваться этим фактом как в общем достоверным. Ну, действительно, если опровержение не последовало, значит... А все опровергнуть невозможно, понимаете? Вот все опровергнуть невозможно. И надо понимать, как... Я как-то даже встретился по другим эпизодам. Встретился с одним очень известным адвокатом, который специализируется в сфере защиты частей достоинства. Я говорю, слушай, ну вот посмотри, есть вот такие проблемы. Как ты, что ты мне посоветуешь? Он говорит, ну, если как адвокат, то я тебе советую судиться. Ну, потому что я получу свой гонорар. Следуя дорогой Юрия Михайловича Лыжкова. Да. Лучше в Москве тогда судиться. Да. Но если вот чисто по-человечески, до тех пор, пока я не являюсь твоим адвокатом, не обращай ни на что внимания. Ну, в общем, я примерно так и пытаюсь поступать. Да нет, меня это не очень задевает, за исключением тех случаев, когда уж, ну, в наркоторговле, там, в крышевании наркоторговли, это как-то, ну, мне кажется, перебор. Мне кажется.